США удвоит число морских пехотинцев в Норвегии. Подземные пещеры планируют использовать для размещения танков и другого тяжелого вооружения. Норвегия направит Соединенным Штатам предложение более чем в два раза увеличить количество морских пехотинцев США, размещенных в стране. Такое решение было утверждено правительством страны, сообщает СНН. Отмечается, что они будут находиться в стране до пяти лет. Правительство Норвегии утвердило приблизительно 400 дополнительных морских пехотинцев США, которые будут отправлены в страну. Дополнительные морские пехотинцы увеличат свое количество до 700 на срок до пяти лет, говорится в сообщении. По данным Министерства обороны, новые морские пехотинцы США будут расположены в стермимоне в губернии Трамса. Норвегия разделяет с Россией 180-километровую границу. Новоприбывшие американские пехотинцы расположатся примерно в 250 километров от этой границы. Американские военные также используют объекты в норвежских подземных пещерах для предварительного размещения танков и другого тяжелого вооружения, которые могут быть использованы в случае конфликта. Во времена кризиса и войны Норвегия будет полагаться на американские и другие союзнические военные подкрепления, что лежит в основе норвежской политики безопасности. И это еще раз подчеркивается нашим членством в НАТО, сказал министр обороны Норвегии. Ранее НАТО призывало Норвегию модернизировать сухопутные войска. А в частности, Альянс потребовал увеличения численности сухопутных войск Норвегии и скорейшей модернизации немецких танков Leopard 2A4. Напомним, несколько месяцев назад жители норвежского города в Атсе испугались звука сирены, подумав о начале войны с Россией. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPST и Корреспондент.нет по материалам сайта Ньюсгроком.